В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» состоялся вечер памяти о миллионах искалеченных судеб в годы политических репрессий. Страшные цифры, за каждой из них стоит человеческая жизнь. Александра Максимовна Никонова, Федор Иванович Егоров, Валентина Францевна Андреева не понаслышке знают о том горе, которое коснулось людей в пик репрессий. А на следующую ночь приехали, там им показалось, что маму привезли. На следующую ночь приехали, забрали маме два брата и папе три брата. И так мы больше папу не видели ни разу. И эти братья по пять, по десять лет отсидели, а папа был расстрелян. Ну вот пришел 37-й год. Он коммунист. И в одну прекрасную ночь приехал в Черный Город. Всю эту партийную организацию, 15 человек их было. Все, забрали. Ну и в каком мы страхе, вы можете представить. Мы же сказать не могли. Мать всем говорила, там, а муж твой, а в 37-м году от язвы желудка у меня. Никому же нельзя было сказать, что мы враги народа, врага народа, понимаете, дети. В концертном зале центра собралось много людей, чтобы почтить память жертв репрессий. Любимые всеми песни в исполнении Людмилы Вороновой, Сергея Анисенко, ансамбля «Лебедушка» прозвучали в этот вечер. Пускай прославятся все герои в наши имена. Я поздно пилую, я ищи, я и моя судьба. Россию, и будьте на веки России верны, и будьте на веки России верны. Доброй традицией стало, что в гости к Надежде всегда приходит мечта. Воспитанники реабилитационного центра прочли стихи, исполнили танец. Не только выступлениями порадовали ребята, пришедших на вечер памяти, но и подарили сувениры, сделанные своими руками. Дедушка славный, незаменимый, с праздником этим тебя поздравляю, вся их прихвал твоей жизни желаю. Чтобы ты никогда не болел, чтобы ты никогда не старел, чтобы вместе был ты для нас молодой, веселый и добрый, и нужный такой.